Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как не попасться на ловушку к маркетологам и как не покупать те товары для садоводства и огородничества, которые для вас совершенно необязательны. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о коричневых удобрениях. Коричневые удобрения всегда содержат гуматы. В их основе находятся гуматы. Гуматы подразумевают наличие там гуминовых и фульвовых кислот. В свое время гуматы стали очень популярны, поскольку благодаря гуматам, как считалось, можно в значительной степени регулировать рост и развитие растений. Надо помнить, что гуматы вообще-то не являются в принципе удобрениями, поскольку практически не содержат никаких питательных веществ для ваших растений. Гумат калия содержит калий в ничтожном количестве. Его использование для корректировки калиевого голодания у растений является абсолютной маркетинговой ловушкой. Любой, кто вам советует использовать гумат калия с целью восполнить нехватку калия, является просто рекламщиком и распространителем недостоверной информации, что это каким-то образом поможет. Немножко в стороне находятся гуминовые удобрения, которые были получены с использованием нашатырного спирта. Они являются очень-очень легкой азотной подкормкой. Очень многие такие удобрения называются оксидат торфа. Оксидат торфа, в отличие от гуматов, гумата калия и уж тем более натрия, они добываются не из бурого угля, а это не очень хорошо. Это означает, что в этом гумате могут содержаться также и тяжелые металлы, потому что тяжелые металлы, кадмий, свинец, ртуть, многие другие, нередко сопутствуют бурым углям и попадают пусть в микроколичествах, но в эти удобрения. При частом их использовании вы насыщаете свои растения и свою почву подобного рода нежелательными элементами. Что касается оксидата торфа, то он производится из торфа, действительно из торфа и не обладает подобного рода недостатками. Когда же стоит все-таки использовать вот подобного рода регуляторы роста? Ну, а как я уже сказал, они не являются удобрениями с точки зрения наличия там питательных веществ. В них могут добавлять дополнительно микроэлементы, обогащать их микроэлементами, тогда они имеют смысл как микроэлементная подкормка. На сегодняшний день постоянно пересматривается роль гуматов в сельском хозяйстве и вообще в окружающей среде. И на сегодняшний день роль гуматов для сельского хозяйства ограничивается активизацией жизнедеятельности микрофлоры, а также улучшением агрегатного состояния почвы. Если о микрофлоре мы говорим постоянно, 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 то есть мы все время, вообще половина, большая половина времени, наверное, у нас на канале посвящена улучшению плодородия почвы для получения большого урожая. И мы нередко говорим об этих самых микробиках. То вот что касается улучшения агрегатного состояния почвы, здесь надо помнить, что гуматы имеют свойство такое склеивать почвенные частицы. И это очень-очень важное свойство, в особенности на легких почвах, которые не являются хорошо влагоудерживающими. И через которые питательные вещества, подкормки, там все полезное проходит как сквозь сито. Поэтому на песчаных почвах гуматы есть смысл обязательно использовать. И потом поймите, если у вас почва бедная или глинистая, или песчаная, суписи, суглинки легкие, или глина вот красная какая-то, и они содержат мало гуматов естественным образом, то, конечно, в этом случае обогащение их гуматами просто станет такой активацией самой почвы. Активацией благодаря наличию гуминовых веществ и активизации микробиологических процессов. Активизируются микробики, приползут туда червячки, улучшится рост растений, будет больше корней, будет больше питания дождевым червям. И запустится процесс вот этого вот улучшения плодородия почвы. Поэтому на тяжелых почвах и на легких почвах, которые мало гуминовые, то есть не коричневого цвета, здесь использование гуматов целесообразно. Что же касается более темных почв, в которых гуматов и так достаточно, использование подобного рода удобрений является, ну, просто бессмыслицей абсолютно. Опять, их там сотни килограмм этих гуматов, и то, что вы на сотку несколько грамм еще добавите, не принесет, ну, абсолютно никакой пользы. Вреда тоже не принесет, но и значительной пользы тоже никакой не будет. Поэтому первый случай, когда я использую гуматы, это в том случае, если вот у меня есть выход глины такой, вот там я их использую, и там, где у меня песочек. А у меня участок вот такой, наверху глина, посередине очень плодородная почва, а внизу песок. Вот так вот участок каким-то образом устроен у меня. И я, соответственно, корректирую это плодородие в нужных местах с помощью гуматов тоже. Второй случай, когда необходимо использовать гуматы, это когда ваши почвы истощены. Возможно, когда-то, там, 20 лет назад вы поставили теплицу действительно на очень плодородной почве, но вы эксплуатировали почвенное плодородие, не беспокоились о том, чтобы ежегодно вносить туда органическое вещество, обогащать органикой, добавлять туда плодородие. Вы все время, как многие блогеры, да, говорят, я ничего не вношу, смотрите-ка у меня оружие. Боже, все в восторге. Это просто истощение природного плодородия. И вот если вы до такой степени довели свой участок, слушая подобного рода советы, и истощили это почвенное плодородие, ну, то, конечно, вам тогда придется использовать гуматы. Но вы должны видеть, чувствовать свою почву, что она уже стала и с коричневой, и с черной, серенькой, да, она уже не лепится как следует, уже корни там плохо развиваются и так далее. То есть истощенная вами почва, вот там применение гуматов тоже может быть целесообразно. Ну и третий случай, он вообще не связан никаким образом с улучшением плодородия почвы, ягуматы, и именно оксидат торфа я использую, когда мне необходимо опрыскивать растения. И благодаря темной, темно-коричневой окраске, вот количество нанесенных растворов очень хорошо визуализируется на листьях. Поэтому я по инструкции, как для опрыскивания, добавляю туда гуматы, замешиваю с биопрепаратами, с теми препаратами, которые не имеют окраски. Ну, медные препараты видны хорошо там, а если биопрепараты 1 к 100 разбавил там или что-то еще, то они прозрачные, как вода, соответственно, на листьях они не видны. Вот очень выгодно туда добавить эти гуматики и визуально видеть, обработали вы, не обработали, и что у вас с обработкой получилось, сколько вы уже напрыскали на эти листья, много, мало или вполне достаточно. Что ж, вот три случая, когда целесообразно использовать вот эти коричневые удобрения. Во всех остальных случаях это, в общем-то, не имеет смысла, и это в определенной степени выброшенные ваши деньги. Не попадайтесь в ловушку маркетологам, не попадайтесь блогерам, которые говорят, что это удобрение, и что этим можно компенсировать нехватку там калия или азота в полной мере, или что-то еще. Нет, это просто регулятор роста, который взаимодействует с почвой и таким образом улучшает почвенные условия, условия для микробиков и для растений, как следствие. Ну, на самом деле, вы же знаете, кто меня регулярно смотрит, способов улучшить микробное население почвы очень-очень много и не обязательно для этого что-либо покупать. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!